Тверским предпринимателям, которые в период пандемии коронавируса потеряли львиную долю доходов, государство возместит за отраты на средства индивидуальной защиты. Субсидии получили как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица. О том, сколько предпринимателей малого бизнеса получили помощь от государства и в каком размере в следующем сюжете. Индивидуальный предприниматель Елена Доставалова – одна из тех, кто получил субсидию. Она оказывает услуги логопеда-дефектолога. Работает одна без наемных сотрудников. Ведет как групповые занятия, так и персональные. Среди ее учеников не только дети, но и взрослые. Дезинфекцию помещения и инвентаре Елена регулярно проводила и до пандемии. Поэтому защитные средства всегда имели место быть. Предпринимательница говорит, что успела закупить их еще до того, как они в разы подорожали и стали малодоступны. До карантина еще я закупила два рециркулятора. Они предназначены для того, чтобы обеззараживать помещение. Они могут работать рядом с людьми. То есть не обязательно, чтобы люди покидали помещение. Один такой аппарат стоит примерно 7 тысяч рублей. У Елены их два. Один висит в холле, а второй – в выкатной. По очереди используются в нескольких классах. Сама субсидия составила 15 тысяч рублей. Ну и, наверное, большую часть из этих денег как раз были потрачены на приобретение антисептиков для рук, на приобретение рециркуляторов для обеззараживания помещений. И, в принципе, все деньги реализованы именно с точки зрения санитарных условий. Как и большинство представителей малого бизнеса, Елена понесла убытки в связи с введениями ограничительных мер. Занятий не было несколько недель, а групповых нет до сих пор. Последние пару месяцев стали подтягиваться ученики, которые занимаются индивидуально. В таких условиях выделять средства на приобретение антисептиков и всевозможных обеззараживающих приборов довольно сложно. Субсидия на средства защиты – одно из мер поддержки малого предпринимательства, которое поможет возместить часть этих расходов. Было получено 3507 заявлений от наших предпринимателей. Размер субсидий – 15 тысяч рублей на юридическое лицо, плюс 6,5 тысяч рублей на каждого сотрудника. Соответственно, если в компании работают 10 человек, то выплаты по сотрудникам будут значительно больше, чем 15 тысяч. А 15 тысяч получат, например, индивидуальные предприниматели, которые работают без наемных сотрудников. Так или иначе, жизнь начинает возвращаться на круги своя, и малый бизнес вновь набирает обороты. В июне начали оживать кафе и рестораны, пока общепиты работают себе в убыток. Молодожены юбиляра предпочли воздержаться от банкетов, а на летних веранах только-только стали появляться гости. В одном из тверских пабов нам рассказали, что работа теперь строится обязательно с учетом мер безопасности и в залах, и в служебных помещениях. Здесь трудится 11 наемных работников, которые полностью снабжаются перед сменой масками и перчатками. Каждые два часа происходит обработка рабочих поверхностей, столов, зон в расположении сотрудников и места гостей. Конечно же, были сокращены посадочные места. Часть столиков пришлось убрать для того, чтобы соблюсти дистанцию. Более того, в зале и на кухне также беспрерывно работают рециркуляторы. Не скупились предприниматели и на качественной спиртовой жидкости. Антисептики сейчас есть и разные. Бутыль с распылителем, спиртовые салфетки, спреи или всевозможные аппараты, похожие на мыльные дозаторы в уборнах. Однако соблюдать меры безопасности должны не только предприниматели, но и сами граждане. К слову, жители Твери то ли устали от ограничений, то ли перестали бояться, но людей в масках стало заметно меньше. Мнения граждан разнятся. Одни уже начали собираться с друзьями в кафе, а другие предпочитают оставаться дома. Скажите, а посещаете места общественного суда? Пока что нет. А почему? Ну, я работаю дома, и поэтому мне это не актуально. Очень редко. А почему? В связи с пандемией? И с этим тоже, да. А так любим дома питаться. В кафе еще можем зайти чайку с пирожным, с печеньками, с какими-нибудь. Я считаю, обрабатывают столики, обрабатывают помещения. Я считаю, что перчатки – это перебор. В некоторых ресторанах некоторые места недоступны пока что для посетителей, потому что дистанция. А не боитесь? Уже нет, уже не боимся. Как-то свыклись с этим. Тем не менее, откладывать в дальний ящик перчатки и маску еще рано. По-прежнему в кармане лучше держать антибактериальный спрей и соблюдать социальную дистанцию. Ведь вирус никуда не делся. Количество заболевших, пусть и не так активно, как несколько месяцев назад, но все же прибавляется. Не стоит пренебрегать мерами безопасности в общественных местах, в магазинах, в ресторане, в транспорте. Тем более, если человек в группе риска имеет сопутствующие хронические заболевания.